Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас очередной отзор, отзыв об интересном продукте BCAA плюс глютамин от компании Maxler. Баночку, как обычно, допили. Вот так вот выглядит порошок. Рассыпчатый, легкий, как пух. Значит, в одной мерной ложке, производитель заявляет, сама порция это две мерных ложки, 10 грамм, то есть в одной мерной ложке должно быть 5 грамм. Мы сейчас это проверим, так как у нас Maxler, кто знает наши обзоры, славится тем, что они могут положить мерную ложку, которая не соответствует тому, что написано на этикетке, поэтому их мерные ложки лучше проверять. Ну, здесь все четко. В одной мерной ложке 5 грамм порошка. То есть здесь мерная ложка соответствует тому, что написано на банке. Итак, значит, по поводу самого продукта. Почему его взяли на пробу? Потому что весьма достойный состав. В двух мерных ложках, то есть в 10 граммах содержится 6,2 грамма BCAA и 3 грамма глютамина. BCAA и глютамин это у нас хорошие восстановители. У нас есть отдельная тема по этому поводу. Ссылка выше будет. Кому интересно, посмотрите, как правильно принимать. Значит, по поводу самого продукта. Принимали его чисто на тренировке. То есть смешивали вот в такую бутылочку Maxler в ту же 0,5 здесь, по-моему, нет, 0,7. 0,7 литра здесь. Две мерных ложки. И в течение всей тренировки пили. Ну, что можно сказать? Вообще работоспособность таких продуктов очень сложно определить, так как нет ярко выраженного эффекта, как, например, от того же цитрулина или креатина или бета-аланина. Здесь, так сказать, все условно. Ну, вроде бы продукт работает. Вроде работает, тренировка проходит хорошо, усталости меньше и так далее. То есть, в принципе, что можно сказать? На 10 грамм содержится 6,2 грамма BCAA плюс 3 грамма глютамина. Получается на 10 грамм порошка 9,2 грамма BCAA плюс глютамин. Весьма нормально. Получается всего лишь 0,8 грамм на всякую ерунду, типа там подсластителей, ароматизаторов и так далее. Поэтому состав отличный. С этой точки зрения его рекомендуем. Единственное, что не понравилось, при смешивании напитка образуется, когда идут капли, подтеки, вот такая вот белая ерунда. Это может означать только одно, что либо ароматизатор, либо краситель не очень хорошего качества. То есть, он не размешивается полностью, он оставляет вот такие белые следы. Соответственно, это же будет и в вашем желудке, и в вашем же кишечнике. Поэтому с этой точки зрения продукт не выдерживает никакой критики. Что можно сказать в общем? В общем, продукт можно рекомендовать. Состав у него хороший, по цене он недорогой. Вроде бы работает, потому что, как сказал, оценить это сложно. Принимать вы его можете как во время тренировки, так и до, и после. Это в отдельной теме у нас, не буду сейчас рассказывать об этом. Единственное, что смутило, это вот такой вот осадок. В общем, рекомендую, но второй раз для себя бы я его не взял. Есть еще продукты такого же плана BCAA плюс глютамин от компании Biotech, от компании Skytech Nutrition. В следующий раз возьмем их на пробу, сравним, посмотрим, что будет. Если остались какие-то вопросы по этому продукту, задавайте их в комментариях. Все, всем пока. Пока.